Полгода назад в России вступил в силу закона такси, но беззаконные таксисты в Ярославской области пока не перевелись. Получать официальное разрешение на занятие частным извозом торопятся не все. И хотя в правила дорожного движения до сих пор не внесены поправки, позволяющие штрафовать нарушителей, в области идет работа по наведению порядка на этом рынке. Какая у властей есть управа на бомбилу, выяснила Зоя Рыжкова. Бланки заявлений, все здесь есть. Денег мы ни с кого не берем. Все это пока бесплатно. В областном департаменте дорожного хозяйства и транспорта для выдачи разрешений на перевозку легковым такси все готово. Не хватает только желающих его получить. Четыре человека работника штатных, которые занимаются только выдачей разрешений на такси. Очередь здесь была только в конце декабря. Предполагалось, что с начала этого года таксистов, работающих без разрешений, будут штрафовать на 500 рублей. Но изменения в правила дорожного движения до сих пор не внесены. ГИБДД не может применять эти санкции. В ожидании того, когда все-таки будут внесены изменения в правила дорожного движения, мы все-таки создали рабочую группу при Координационном совете, при губернаторе по контролю за работой автоперевозчиков. Сейчас активно включилась в эту борьбу с нелегальным извозом управления коммерческой безопасности, УВД. Буквально вчера несколько было сделано закупок, контрольных закупок. И есть конкретный результат, когда на заказ приезжают машины без разрешений. То есть нелегалов на дорогах сейчас вылавливают совместными усилиями. Правила дорожного движения они не нарушают, но не исполняют другие российские законы. В состав рабочей группы входят сотрудники департамента, налоговой, миграционной служб, ГИБДД и полиции. И таксистов сразу проверяют по всем статьям. С утра мы задержали двух таксистов, которые выказывали транспортные услуги без соответствующего разрешения. Составлены протоколы, пойдут в мировой суд. Таксисты не спешат еще и потому, что в закон, регламентирующий деятельность такси, Государственная дума планирует внести изменения, смягчающие требования к перевозчикам. Те, кто получил разрешение, они в обязательном порядке должны проходить при рейсе медицинский осмотр водителей. Машины, которые используются для перевозки по разрешениям, они в обязательном порядке ежедневно проходят технический осмотр. Далее, эти машины, они каждые 6 месяцев проходят государственный технический осмотр. Мы ждем то, что народ все-таки пойдет, поймет, в конце концов, начнет платить налоги, заниматься, так сказать, честным бизнесом. На сегодняшний день областной департамент дорожного хозяйства и транспорта выдал 1140 разрешений. То есть, именно столько машин работает в соответствии с новым законом. При том, что по предварительным подсчетам профессионально занимаются такси около 3-5 тысяч. А сколько так называемых бомбил, подсчитать вообще невозможно. Зоя Рыжкова, Сергей Чекмарев, Городской телеканал.